чага какая работает какая не работает я видео пролистайте назад прям на природе показал вам какую не надо собирать никогда и сейчас дополню вообще вот это вот чага кто не знает да и так мне такой вопрос а почему же с гнилого то нельзя собирать это же не так но также нелегко она же стоит ты еще упадешь дорогой друг это я показал такой вот она стоит это дерево да и на середине поломалась упала но так она вот это которая стоит гнилой и которая во враге там упала там штук пять вообще чаги было настоящим я еще нашел лестницу приставил вам там побил вот вот говорю вроде как стоит дерево но она гнилой а чага такая же будет желтая вот а представляете вы идете да вы такой вот собиратель чаги о оптом продаете ее до скупщику чуть-чуть подвыпили кто-то там еще солью кольнулся кто-то вообще не понимает собирать как кому-то вообще по барабану и идет по бурелому из берез с гнилых напавших и давай собирать чагу не такая которая растет на живом дереве да еще и высоко который вот нападала он прошел и вот он пожалуйста на ролик как я собрал за два часа 100 килограмм чаги и еще иногда записываю знаете стоит гнилое дерево но еще не упала бах 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 да я даже по коре вижу что она гнилое понимаете а что же происходит чагу вот вы собрали также как мухомор надо в течение года употребить а лучше в течение полугода полугода потому что там происходит определенный процесс инактивации и она потом у вас будет просто как чай как чай живого дерева только вы собрали вот когда идет в аптеку она там также собирают свалежника с повальных деревьев или иногда знаете заготовили зимой березу и и вывозят только через год будут вывозить она того же умерла она лежит чага не отпала в мороз ее срезали она еще вести ты вот когда привозят ее там такие же мужички бак 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 раздали тонны в аптеке у вас вот получается бифунгин здрасте пожалуйста кто-то по незнанию также нарубил эту чаги которые с гнилых деревьев сдал перекупу а перекуп тоже но он вот так не определишь с гнилого она не из гнилого только надо самому понимать и вот у вас получается бифунгин и кто-то каком-нибудь томском институте идет сам собирает ее и делает эксперимент и он очень эффективный препарат из чаги до живого дерева а другие берут из аптеки этот бифунгин который еще на складу пролежал пять лет чага это пролежет было с гнилого дерева пролежала на сарае у кого-то который заготавливает тоннами чтобы у него купили перекупы и вот вам пожалуйста чага до которые не эффективны то есть первое живого дерева был эксперимент эффективны а вторая с гнилого дерева да еще вот таким вот синим заготовленной васи которому по барабану откуда она как она и так далее вот это факт это реальность ребят реальность поэтому знаете вы какого-то травника знахаря до народного целителя у него берите не знаете не проверены идите сами в лес и тогда будет вам счастье по-другому не бывает чудес не бывает травы грибы не контролируется никем все которые там говорят у них там какие-то бады или еще что-то все это так знаете из пальца высосано реально это я вам серьезно говорю как человек который сам занимается все эти вот эти знаете сертификаты еще что-то если это не входит в доказательную медицину серьезными да именно моновещества выделено вот там еще какая сертификация будет это иногда тоже из пальца высосанная понимаете вот так вот никому нельзя верить только мне